Как создать AI-агента за несколько минут? В этом ролике подробная инструкция, куда нажимать, какой сервис использовать, какие настройки нужно применить для AI-агента, чтобы, например, склонировать личность. В качестве примера мы возьмем как шаблон Рафаэля Слезы Сатоши и попробуем его скопировать. Будет интересно, поехали! Всем привет! Вы на канале Криптогирба. Меня зовут Сергей Гирба. Обстановочка на фоне немного изменилась. Как говорится, Трамп дал всем заработать, поэтому отдыхаем на морях. Ну а сегодня мы будем изучать дальше AI-агентов. Итак, что же такое AI-агенты? Это в первую очередь виртуальные помощники с искусственным интеллектом. Их можно создавать для разных целей, но по сути это такой чат GPT, куда заранее загружена определенная структура его сознания для того, чтобы он конкретным образом общался. Так, например, вы можете оцифровать все запросы в вашем бизнесе в техподдержку и загрузить их в память искусственного интеллекта, чтобы он общался так, как общаются лучшие ваши специалисты. Потом всех уволить и оставить одного AI-агента, который будет общаться. Бизнес сэкономит деньги, вы начнете зарабатывать больше, можете предоставить лучший уровень услуг. Также еще можно склонировать личность, то есть реально можно загрузить диалоги в память, как человек общается, о чем думает, что делает, предварительные настройки, так сказать, загрузить и получить на выходе результат, по сути, цифровую копию другого человека. И сегодня как раз-таки я буду показывать, в каком сервисе и где вы можете загрузить и главное уже запустить прям AI-агента, который рабочий с настроенными параметрами. Мы, конечно, не будем прям супер дотошно делать какие-то вещи, но я вам дам направление, инструкцию, куда жать, а дальше вы уже можете это все использовать в своих целях. Итак, сегодня мы будем создавать и запускать агентов в сервисе Flick. Покажу вам, как это делается. Также хочется отметить, что в этом сервисе участвуют такие проекты, как Polygon, Berochain, Filecoin, то есть на него уже смотрят криптоны, им уже пользуются, его уже используют. И прайс на AI-агентов. То есть, грубо говоря, создать своего AI-агента, который будет в соцсетях уже общаться, либо там общаться с клиентами, ну или еще какие вы сценарии придумаете, это будет стоить вам всего лишь 20 долларов в месяц. То есть, ну, например, для бизнеса, ну что такое 20 долларов в месяц, если вы можете заменить там десятки, а может и сотни сотрудников. Здесь есть документация на английском полная, как делать какие агенты. Чуть позже сейчас вам покажу, как это делается и настраивается. Ну а здесь мы получим возможный инфраструктурный токен Flick, который будет по результатам того, как вы используете и создаете AI-агентов, вам будут начисляться поинты за это, и потом вам выдадут дроп. Какой он будет, пока неизвестно, но если мы зайдем в Twitter, то как раз-таки видим, что поинт-программа, она активирована, и она нацелена в первую очередь на тех, кто реально пользуется сервисом. То есть, просто так зарегистрироваться здесь не получится. Здесь реально нужно будет создавать агентов, запускать их, и за это вам начислят поинты. Вы, возможно, как-то автоматизируете свой бизнес, ну или вам просто будет весело изучить новые технологии, ну а потом получите за это еще дополнительный дроп. Очень приятный, я так думаю. Итак, давайте зайдем в сервис и посмотрим, как именно создается AI-агент. Итак, открылся дашборд. Здесь мы видим, в принципе, крупный крейд AI-агент. Нам вот как раз-таки это и нужно. И нам предлагаются разные варианты. Либо можно загрузить уже конфиги, но это если у вас уже где-то есть какие-то, вы запускали агентов, чтобы здесь именно их задеплоить, то есть развернуть, чтобы они работали на этом сервисе. Либо можно из шаблона взять какой-нибудь уже готовый запущенный агент, его немножко подредактировать и запустить. Давайте сначала для примера покажу вам на шаблоне, как это делается. То есть вы нажимаете Start with Template. Ну и здесь у нас есть уже Элиза. То есть это тоже такой AI-агент, довольно известный. Здесь характеристики его как раз-таки есть. Когда мы начинаем создавать AI-агента, у нас здесь вот справа мы видим, что нам нужно будет для того, чтобы успешно запустить AI-агента, и он был точечно хорошо настроен. Ну, первое это, конечно, имя. Дальше Аватар загружается. Дальше Elyza OS версия Deploy Agent. То есть, ну, можно самый последний выбрать. Модель Provider. Это какая нейросеть будет использоваться внутри этого AI-агента, для того, чтобы он генерировал ответы. Open AI это, ну, ChatGPT. Также можно выбрать DeepSeek. Grog. Мы в прошлых роликах выяснили, что Grog, он поумнее. Ну, давайте нажмем, к примеру, Grog. Дальше клиенты, которые будут использоваться этим AI-агентом. То есть, в какой соцсети он будет общаться с людьми. И здесь можно выбрать несколько. Например, там, Twitter, Discord, Telegram. Дальше плагины, какие используются. Здесь важно, если вы хотите какие-то real-time данные получать, есть плагины. То есть, это как дополнение. Здесь вот используется CoinGecko для того, чтобы получать курсы валют. То есть, чтобы AI-агент мог сразу знать, какие курсы валют в данный момент времени, чтобы что-то рекомендовать или об этом рассказывать. Следующие шаги очень важные. Здесь нужно будет загружать биографию, рассказывать о том, кто это за агент, что это за агент. Грубо говоря, загружать сознание. То есть, здесь очень важно качественно все заполнить для того, чтобы у вас был отменный результат. Давайте я здесь сейчас переведу на русский, чтобы вам было более понятно. Вот, информация о вашем персонаже. Включает биографические данные о персонаже. Либо как одну полную биографию, либо как несколько утверждений. И вот это вы должны заполнить. Утверждения должны различаться. Ну, чтобы более понятно было и структурировано все. Следующие это лор. Ну, перевело как предание. То есть, элементы предыстории, уникальные черты характера. Они помогают определить личность и могут быть выбраны случайным образом в разговорах. То есть, если был какой-то там бэкграунд у человека, которого вы загружаете, или еще что-то, вы все здесь указываете. И он это может использовать в своих диалогах и отталкиваться от этого. Следующие еще необязательные. Это факты ссылки, обосновывающие ответы персонажа. То есть, если вы, например, загружаете что-то, ну, даже, например, службу поддержки, у вас есть своя документация, вы можете ссылки сюда на эти документации там вставить. Соответственно, он будет туда обращаться, то есть, смотреть, на чем основываются его ответы. Например, там, на вашей какой-то странице Вики, которую вы уже создали. Следующий пункт также очень важен. Это примеры сообщений. То есть, примеры разговоров для установления модели взаимодействия. Помогает установить стиль разговора персонажа. То есть, здесь вот реально, то есть, если человек что-то спрашивает, как агент должен отвечать. То есть, здесь вам нужно заполнить всякие разнообразные примеры, как он общается. Потому что нейросетка будет на основе этих сообщений создавать как раз новые ответы, генерировать. Следующие это примеры постов. То есть, если там, персонаж или какой-то, который вы придумали, либо кого вы там копируете, можете даже себя скопировать, вы пишете посты в соцсетях. Соответственно, как вы пишете посты. То есть, примеры, реальные примеры нужно сюда ввести. То есть, как именно постит этот я-агент. Это также будет использоваться для обучения в дальнейшем. Следующая опция это стиль. Это инструкция о том, как ваш агент должен реагировать в различных контекстах. Следующее, что вам нужно, это прописать список тем, которыми интересуется, в которых разбирается персонаж. И, то есть, он использует их для релевантного контента. То есть, если он, например, шарит про крипту, будет рассказывать про это, нужно об этом рассказать, обязательно добавить. Либо там он играет в шахматы, все о шахматах, соответственно, сюда добавляем. Здесь как теги добавляются эти темы. И еще один пункт, это тоже как теги заполняются слова, описывающие черты и личность персонажа, используемые для генерации ответов. Дальше переходим к настройкам. В настройках нужно указать все ключи доступа. То есть, это как зайти в твиттер, например, как подключиться к телеграмму, как подключить нейросетку какую-нибудь, например, APK от GROG или от чата GPT. Обычно это в платных версиях выдаются эти ключи. Там есть какие-то ограничения, либо нет их, смотря какой тариф оплатили. Соответственно, здесь вы на этой странице подключаете, вставляете все там токены от ботов. Ну, например, вроде бы у дипсика можно бесплатно взять, если хотите бесплатные какие-то вещи. Ну и телеграмм-бота подключите, это тоже несложно его сделать, на сайте также есть там дополнительные инструкции. Но если более продвинуто хотите, то, конечно, вам нужно там подключить чат GPT или GROG, уже оплатить подписки, получить ключи, и у вас будет более умный агент. Надеюсь, вам стало чуточку понятнее, как создать AI-агента. Если вы создаете на этом сервисе AI-агента, вы еще можете получить дроп. Ссылки будут в закрепленном комментарии, в описании, можете перейти, пробовать и уже создавать. В принципе, на этом этапе у вас уже достаточно знаний, чтобы создать своего AI-агента. Далее я вам сейчас покажу, как можно склонировать личность. Мы будем использовать чат GPT, какие-то материалы, и попробуем создать клона Рафаэля Слезы Сатоши. То есть это фейковый клон, который будет общаться в его стиле. То есть как это сделать, тоже при помощи нейросетей. Итак, мы поняли, для того, чтобы создать AI-агента или кого-то скопировать, нужно загрузить сознание. То есть нам нужно сейчас просто взять материалы какого-то конкретного человека, загрузить их в нейросеть, для того, чтобы составить шаблон для AI-агента. И первое, что нам нужно, это воспользоваться, например, транскрибацией видео. То есть у Рафаэля есть канал, на этот канал мы зайдем. Последние ролики какие-то там, эфиры длинные, возьмем оттуда текстовую информацию, скормим это все на нейросетке, и у нас получится на выходе какой-то уже такой осязаемый шаблон, который можно запустить как AI-агента. Итак, первое, для того, чтобы транскрибировать видео, в принципе, можно использовать кучу разных сервисов есть. Ну вот, например, TurboScribe, я вам покажу, как здесь это делается. Вы здесь заходите в панель управления и начинаете загружать сюда файлы. Вы просто берете, копируете ссылки, видео вставляете сюда, выбираете самый лучший анализ. Здесь бесплатная версия, она только на 30 минут текста транскрибирует в каждом видео, есть три видео бесплатно, то есть я бесплатно воспользуюсь в качестве примера. Если сервис понравится, можете его использовать на всю катушку. Дальше у вас получается, что у вас есть три файла, то есть мы загрузили три видео для примера, последнее, когда он тут о чем-то рассказывал. Их нужно будет соединить в один файл. Это нам нужно будет для того, чтобы скормить в чат GPT и построить какие-то ответы, чтобы нам чат GPT помог составить персонажа для сервиса Flick, чтобы туда можно было его загрузить. Надеюсь, здесь все понятно. Переходим как раз к шагу, когда мы будем уже с помощью чата GPT генерировать биографию и прочее. В сервисе Flick мы нажимаем New Agent, создаем нового персонажа. Итак, имя. RavFake. Ну, естественно, это фейк, это в рамках развлечения создается. Следующее мы используем Avatar. Но Avatar можем загрузить из профиля. Все, вот, Avatar есть. Модель оставим Элиза, самую последнюю. Модель провайдер. Ну, пусть будет DeepSeek. Ради интереса так поставим. Telegram, Twitter, Discord. CoinGecko, чтобы получать курсы монет. Куда без этого. И дальше, вот, начиная как раз-таки с самой сложной, здесь оставляя на английском, здесь нужен какой принцип? Нам нужно сейчас будет в чат GPT загрузить ту информацию, которую мы транскрибировали из видео, и попросить сделать как раз биографию, описать для AI-агента, для того, чтобы создать этого AI-агента. Итак, в чате GPT мы пишем, что мы создаем AI-агента в сервисе Flick, и что я пришлю файл персонажа, и на его основе нужно составить параметры для создания агента. Сюда мы крепим файл, то есть загружаем с компьютера. Это уже предварительно тот файл, который мы собрали из нескольких транскрибаций. Вот он у меня, Сатоши. Итак, уже мы начинаем, запускаем этот файл. В принципе, он сейчас прочитает документы, нам что-то абстрактное выдаст, но мы сейчас будем уточняющие вопросы создавать. Вот мы видим, что уже, в принципе, даже на таком уже есть описание, то есть инструкции по контенту, подход к подаче, стиль общения с аудиторией. То есть реально уже много всего выдает чат GPT. То есть на основе того, что мы там по 30 минут из каждого подкаста вырвали какой-то контекст, чат GPT уже поняло это. То есть можно назвать крипто-рафаэль, вечерний биткоин, тип персонажа, крипто-инфлюенсер, рыночный философ. Ну да, можно и так сказать. То есть все мы немного философы, как особенно когда ждем альтсезон. Но здесь можно как раз-таки выбрать структуру. Вот он выдаст джессон, его можно попробовать загрузить, но я думаю, здесь он может не совсем корректно все добавить. Поэтому как делается дальше? Вот у нас есть биография. То есть мы просто берем, копируем вот это вот на английском, о чем нам нужно говорить. Итак, мы заполняем пункт bio. Мы просто скопировали, как есть, что нам флик предоставил, что ему нужно. И мы сюда через запятую вот закинули. И вот эти теперь фразы мы просто берем и копируем сюда. Итак, мы будем проходиться по всем пунктам, что ему нужно, и сюда копировать. То есть вы просто заходите в чат GPT, копируете пункт, который вам нужен. И на основе этого загруженного материала он вам уже предоставляет шаблоны, которые вы здесь заполняете. Давайте попробуем с сообщениями, как нужно заполнить этот пункт. Берем пункт message examples. Ну и вот посмотрим, что он нам выдаст. То есть как он именно общается. Их также нужно будет скопировать. Итак, по примеру сообщений мы видим, но это чисто вот как ответы, а нам нужен вопрос и ответ. В формате вопрос и ответ. Итак, мы видим, что да, мы уточнили. Сначала вот я говорил, он просто нам выдал ответы, но нам это неинтересно. Нам нужно, чтобы был в формате вопрос и ответ, чтобы нам полностью заполнить ту табличку. Итак, как раз-таки вот такие, например, вопросы там. Ты даешь сигналы? Нет, я делюсь тем, что делаю сам. А ты уже сам решаешь, следовать этому или нет. Что скажешь про манипуляции на рынке? Они есть, всегда были, мы просто учимся понимать, когда и зачем они происходят. У меня просадка в портфеле. Что делать? Для начала дыши, ты не один. Если активы выбраны осознанно, держи. Если случайно, пересмотри. Немного стетхом отдает. И вот здесь как раз вы можете видеть вопросы и ответы. И если вы смотрите Рафаэля, то посмотрите как раз, остановите на паузу и прочитайте. Похоже или нет? Напишите об этом в комментах. Действительно ли бы он мог так ответить? Или это все на иросеть что-то выдумало? И вот таким образом мы переходим к тому, что мы заполняем все пункты по этому конкретному человеку. Вы можете заполнить о любом человеке. Можете себя так оцифровать. И, например, если вам лень работать, отвечать людям, свою цифровую копию запустить в мир. Пусть она общается с людьми, а вы будете отдыхать на морях. Вот реально здесь посмотрите внимательно на вопросы, которые здесь составила нейросеть. Аль Сизон точно будет. Он нужен не нам, а тем, кто хочет выйти. Потому шансы высоки, но не гарантированные. Почему ты так спокоен? Потому что я давно понял. Паника ничего не решает, только стратегия. В принципе, реально очень похоже на его стиль общения. А это я повторюсь, мы оцифровали всего лишь 3 эфира наполовину. То есть по кусочку из каждого эфира чуть-чуть вырезали текста и добавили в нейросеть. И таким образом вы можете, в принципе, оцифровать любого, создать его клон. То есть до чего уже дошли технологии. Пользуйтесь этим, попробуйте что-то свое соорудить. Возможно, вам понравится такая идея о цифровке кого-либо, чего-либо. И вы сможете это как-то внедрить в жизнь. Итак, думаю, принцип вам понятен, как это делается, как загрузить сознание другого человека. Даже по небольшому контексту, о том, о чем он говорит. Но чем больше данных вы предоставите, тем точнее будут модели. Самого этого фейкового Рафаэля сейчас я запускать не буду. Однако, если это видео наберет 10 тысяч просмотров, 500 лайков и 200 комментариев, тогда я запущу его в жизнь и посмотрим, что он будет говорить и как он будет общаться с людьми. Делитесь этим видео с друзьями, пусть они тоже узнают, как можно создать AI-агентов. И как это просто сделать, какие у сейчас современные технологии. Ну а я вам желаю всем профита и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok